МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И также развлекательная программа. Давайте посмотрим, что предлагают химки в плане еды. Мы сегодня детей угощаем мороженым, которое делаем с помощью жидкого азота. При этом мороженое имеет полностью натуральные ингредиенты. И мы его подвергаем сверхнизкой температуре, благодаря чему мороженое становится нежным, как было в Советском Союзе. Для приготовления лакомства нужны молоко, сливки, сахар и натуральная ваниль. Все это смешивают и добавляют жидкий азот. Его температура минус 196 градусов. Шоковая заморозка делает кристаллы льда более округлыми. В этом секрет нежной текстуры. Одно плохо, такой десерт быстро тает, поэтому оценивать лучше сразу. Давайте попробуем. Мы-то не жили, у вас не проходило... Я не знаю, такое мороженое было в Советском Союзе, но определенно очень вкусно. Для тех, кто предпочитает что-то посерьезнее, на фестивале представлены мясные блюда. Например, можно попробовать вырезку мраморной говядины с испанским помидорным соусом и чайбатой. У нас есть итальянская сковора. Она приехала прямо с Италии. Специальная сковорода с углем. Мы на ней жарим это все. То есть мраморную говядину мы маринуем в масле оливковом, в ароматном масле, с солью, с перцем. В принципе, ничего такого, но мы берем мясо высокого качества. Среди тех, кто насладился вкусовыми качествами блюд, был и глава городского округа Дмитрий Волошин. Вместе с жителями он обошел все фудтраки, оценил их внешний вид и пообщался с поварами. Площадка полностью готова для принятия гостей в День города. Первые дегустаторы остались в восторге. Как вам фестиваль? Очень нравится. Вот мы были там, где молекулярная кухня, попробовали. Очень интересно. Мне кажется, для жителей города очень классное мероприятие. Мы пока просто наблюдаем. Мы случайно пошли в магазин и вот увидели, что тут происходит. Есть какие-то планы? Планы, да. Все осмотреть и обязательно что-нибудь попробовать. Да, есть? Отличный фестиваль. Просто безумно отличный. Так весело. А скажите, что было на вашей тарелке? Я не знаю, но было все очень красиво. За первый день работы фестиваля его посетили порядка двух тысяч человек. В следующие дни планируют кулинарные шоу, мастер-классы и еще большее количество точек с едой. Гастрономический праздник продлится до 8 сентября. Поэтому все желающие могут успеть оценить вкус и необычность блюд. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.